Ученые физики в шоке. Вечный двигатель принесли в поле и запитали без источников энергии. И он зажигает лампочки. Друзья, посмотрите, это просто офигеть можно. Вот он тот самый вечный двигатель, который так все ждут. И который, возможно, изменит мир к лучшему. Вы просто посмотрите, берет и в голом поле ночью зажигает лампочки. Там даже линии электропередач рядом нету. Теперь-то, думаю, вы поняли, что вечный двигатель давным-давно существует. Но то, чему учат в школах, говорят, что это просто невозможно. Но вы сами можете наблюдать, что здесь нет никаких батареек. Все запускается от маленькой кроны и работы вечный двигатель. Только от заземления. А полное видео смотрите на моем Дзен-канале. Также подписывайтесь и распространяйте это видео. Так, ну уже стемнело, дождь тут еще, собака, блин. Вот я принес ее на улицу. Заземление, заземление, провод. И вот штырь в кротовую нору засунул. Ну вот, смотри. Беру крону. Подключаем. О, пришлось взять новую. Ну, давай. Че там ты? Не зацепить никак ее, блин. Ну, а, плюс-минус перепутал. Ясно, сейчас будет. Опа. Все, все работает. Ну, поле кругом, видишь. До домов далеко. Электричества здесь никакого нету. Поле, голое поле. Все работает. Прекрасно работает. Вот такие дела. Могу поднять на руки, только надо положить это все вот так. Потому что провода короткие, кроме заземления. Вот она работает, видишь. Вон там заземление прицеплено. Крокодил. И вот она впахивает. Земля. Все, землю оторвать. Сейчас попал. О, все, отвалилась. У земля. Вот она валяется. И все остановилось. Светодиод там достаточная энергия конденсатора. Сейчас еще раз запустим. Какая проблема. Это вообще не вопрос. Так. Опа. Есть контакт. Все работает. Зарево такое. Лампы горят очень ярко. Там какой-то колебал уже за мной ездить. Не знаю, откуда он взялся. Но такие дела. Так. Вот она система, которая сейчас на улице демонстрировала. Под дождем. Работала очень надежно довольно-таки. Ну и вот я ее сейчас здесь запущу. Это старт-стоп. Тут кнопка стояла, но места там не хватило. Все это, короче, подключить. Поэтому и так. На это можно не смотреть. Оно не показывает. Потому что тут постоянный ток. Эти амперметр, вольтметр на переменной рассчитаны. Так что, ну никак. Так. Запускаем. Значит, вот она включилась. Она работает. Вот. То есть у нее есть высокое напряжение, понятное дело. И, кстати, вот как я только неонку подношу здесь или что-то трогаю, лампочки тоже вот, ну, как бы реагируют. Да, то есть они подтухают чуть-чуть. Ну, понятное дело. Вот. Но самое главное, вот терминатор на этой самой, на земле, он становится ярче. Сделан он у меня из кольца обычного. Намотано там, не знаю, 100 витков каких-то и два встречно включенных светодиода. Вот. Короче, видно, что ее можно там вот через кольцо продеть провод. Здесь крокодил для того, чтобы чистота эксперимента была. Чтобы никто не сказал, что здесь что-то прицеплено и под столом что-то. Я сейчас вот отойду. Вот. Я сейчас ставлю сюда это все. Отхожу подальше. Вот, смотрите. И вот она работает. Пока вот я сейчас буду тянуть. Заземление оторву. Да, то есть специально. Вот, заземление висит. Вот она у меня в руках. Никаких тут проводов левых подключений нету. Вот. Она работает. И вот я сейчас возьму так. Короче, оторву провод. Все. И она потухла. Вот так она должна работать. И сейчас ее запустить с кроны. Ну, она будет. Вот.